Привет! Вышла iOS 14.7 для всех, то есть я ставил себе релиз-кандидат, пользовался им, также ставил себе WatchOS 7.6, тоже релиз-кандидат, пользовался, собственно говоря, на своих часах третьей серии и все было бы хорошо. Но мы сегодня поговорим о главной проблеме, с которой я столкнулся. Что приносит iOS 14.7? Она приносит, собственно говоря, поддержку MaxSafe Battery Pack, то есть, собственно говоря, это для новых айфонов 12, 12 мини, 12 про и 12 про макс. Но это не самое важное. Еще в iOS 14.7 у нас, собственно, слияние Apple Cards, то есть теперь ты можешь привязать, объединить, точнее, две Apple Cards, то есть до этого они, собственно, в обновление 14.6 это все ввели, но в 14.7 добавили объединение двух карт. Управление таймером на HomePod, то есть теперь ты в 14.7 можешь полностью управлять таймерами на HomePod через приложение Home. Информация о качестве воздуха теперь распространилась на Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Южную Корею и Испанию. Естественно, Россия нафиг не нужна. Обновление подкастов, тут, собственно, обновили приложение подкаста и библиотеки. Тебе есть опция, которая позволяет пользователям видеть все шоу или только те, за которым они следят. Ну и исправили несколько ошибок. Исправлена проблема, которая могла привести к неожиданной остановке воспроизведения звука Dolby Atmos и Apple Music без потерь. Восстановлено служебное сообщение аккумулятора, которое могло исчезнуть после перезагрузки на некоторых моделях iPhone 11. Исправлена ошибка, из-за которой дисплей брали, отображали недопустимую информацию при составлении почтовых сообщений. Исправлена ошибка, из-за которой пункт меню поделиться плейлистом мог пропадать. Еще исправлена ошибка в 14.7, которая приводила к прекращению работы Wi-Fi, если подключался к Wi-Fi с именем, там, разные символы, там, проценты, пи, проценты, ну и так далее. Вот, ну хотя это не отмечается в проблеме. С какой проблемой столкнулся я? Вы видите, что здесь стоит iOS 14.7, здесь стоит iOS 15. Знаете, что между ними общего? Мы видим часы, правильно? Правильно. Снимаем часы. Часы заблокировались. Идем, собственно говоря, в настройки Watch. А, сейчас он у меня, кстати, да, предложит, собственно говоря, одну интересную фишку. Видите, говорит, здесь вот код. Но мы видим, что... Ну ладно, окей, сейчас, я вам сейчас покажу, в чем проблема. Вот, я ввел код. Функция разблокироваться iPhone включена. В этом режиме при разблокировке iPhone Apple Watch разблокируется автоматически, если они на вашем запястье. Правильно? Правильно. Включено. Хорошо, да? Супер. Мы, собственно говоря, блокируем телефон, потому что он связан именно с iOS 15. И здесь у меня стоит Watch OS 8 Beta 2. Мы видим, что часы заблокированы. Я их надеваю на запястье. О, это будет неудобно. Благодаря тому, что рука сейчас проходила через штатив, это будет очень неудобно. Я их наделал на запястье, они просят код. Мы разблокируем, собственно говоря, iPhone. Часы должны разблокироваться. Правильно? То есть они плевать просто хотели на это. Они просто не хотят разблокироваться и все. Что бы я ни делал, где бы я ни копался, собственно говоря, про это нигде ничего не написано. Именно поэтому случается такая проблема, что часы просто не хотят разблокироваться. Мы с вами попробуем еще раз. Видим, что iPhone разблокировался. Часы по-прежнему нет. Самое интересное заключается в том, что Apple признала эту ошибку. То есть на самом деле это действительно баг. И MacRumors написали об этом статью, что Apple признала эту проблему с айфонами, у которых есть Touch ID, что они автоматически не разблокируют Apple Watch и стоит ждать обновления. То есть исправят в каком-то ближайшем обновлении. Говорят, что это будет 14.7.1. Я же вам скажу так, что это не похоже, что это будет 14.7.1, потому что я отправлял им отчет по поводу того, что у них, собственно говоря, это проблема. И вот такой ответ мне пришел по поводу этого дела. То есть более 10 отчетов они получили уже, и решение, потенциальное решение найдено. Ожидается в iOS 15. То есть пользователи, которые сидят на iOS 14.7, просто все лето, оставшиеся август до сентября, должны будут страдать и, собственно говоря, не знать исправлений этого бага. Ну то есть мы видим, да, часы по-прежнему не разблокировались. И вот это на самом деле действительно странно. То есть нет, они должны выпустить вот серьезный 14.7.1 там или что-то такое iOS 14-ю, короче, вместе с исправлением этого бага, потому что, ну это беда. Серьезно, я одевал часы утром, и я не понимал, почему мне не приходят уведомления, почему я Apple Pay не могу внезапно воспользоваться. А оказывается, они мне просто не разблокировались. То есть охренеть. Это вот проблема того, что два устройства работают в связке и в этом обновлении. То есть это было в версии релиз-кандидат 14.7. Я еще тогда им отправлял отзыв, сто пудов им люди еще тоже многие писали, которые поставили релиз-кандидат. Прошла целая неделя, они выпускают 14.7 с тем же самым билдом. Хотя, кстати, кое-где в Твиттере писали, что другой билд идет именно iOS 14.7, а WatchOS остается той же. И это как бы вообще для меня странно. То есть почему? Почему они не увидели за неделю эту ошибку? Почему они не получили отчеты? Почему они их не посмотрели тогда, я не знаю? И выпустили вот такое вот обновление, которое просто вот так вот все вам берет и корячит. Это очень странно. Я сейчас сижу на iOS 15, я повторюсь, уже публичная бета здесь. И WatchOS 8, собственно говоря, бета 2 на часах. Хочу отметить про WatchOS, кстати, только одну фишку. Она называется осознанность. Все. То есть больше никаких нововведений по поводу еще там множественных таймеров на Apple Watch Series 3 я не заметил. Вот. И как бы вот такой баг я столкнулся, и он меня прям, я не знаю, он меня поставил в ступор, что, ни хераси, как так-то? Вот. Я начал гуглить по поводу этой проблемы, я начал изучать, что еще люди пишут. Оказывается, что еще в 2015 году была такая проблема, и Apple, собственно говоря, ее как-то решила в каких-то обновлениях. Ну, а теперь вот они снова это все запороли. Поэтому, не знаю, пишите в комментариях, сталкивались ли вы с такой проблемой, и как вы ее решаете, или что вы ждете. Че вы ждете? Че вы ждете вообще дальше? Вот. Поэтому как-то так, не знаю, социальные сети в описании, и подписывайтесь на мой канал в Телеграме, Твиттер, собственно говоря. И до новых встреч, совсем скоро увидимся. Пока.